На этой неделе мы опубликовали эксклюзивный репортаж Олега Полдырева из Донбасса, в котором сторонники ДНР рассказали ему о сливе Новороссии. И, конечно же, многие из вас бросились переубеждать бойцов ДНР, что на самом деле никакого слива нет. К примеру, никто их не сливал и не будет этого делать. Выполняются минские соглашения, ребята, а потом после этого Донбасс справит поступать так, как захочет народ. А Россия всегда с вами. Вы также пытались объяснить, что Россия не нарушает своих обещаний просто потому, что не давала их. Чингис Мусин напоминает, что господин Путин никогда не говорил «Донбасс наш, Луганск наш». Он открыто и сотни раз говорил, что они должны остаться частью Украины на особых условиях, которые и оговариваются в минских группах. Разумеется, события на Украине вы связываете с участием России в боевых действиях в Сирии. Так прямо и пишет все. Кремль поменял русских на сирийцев. А этот комментарий я зачитывать не рискнул. Вы видите его на экране. Другой важной темой этой недели стал план масштабных реформ российской экономики. Его предложили крупные эксперты, которые считают, что для начала необходимо нарастить денежную массу. Еще это часто называют запустить печатный станок. В целом, идея вам понравилась. Эдвард Кадышев утверждает, что в 1999-м Примаков именно таким образом запустил заново промышленность в России и дал мощное ускорение роста ВВП России. А Виктор Вавилов пишет, что давно пора, учитесь у китайцев. Они только на свою напечатанную валюту все свои самые сумасшедшие проекты и делают, пока мы в американские акционные бумаги вкладываем. Но есть и мрачные предсказания. Вы считаете эту схему бесперспективной и напоминаете, что она погубила уже не одно государство. На днях мы опубликовали подборку королевских украшений и предложили вам выбрать самое красивое. Нас вдохновила герцогиня Кейт и тиара, которую она надела на прием в Букингемском дворце. Больше всего ваших голосов у тиары королевы Испании Летисии. Оставайтесь на страницах русской службы BBC на YouTube и на Facebook. Обсуждайте последние новости, не будьте равнодушными, а пока хороших вам выходных!